МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы назвали метапроект, который решает более глубокие, более значимые задачи, чем каждый проект в отдельности. Он объединяет 14 проектов. Эти проекты муниципальные инициативы, скажем так, которые поступили к нам в управление посредством общения с нашими горожанами, посредством общения в сети интернета, посредством наших читателей. То есть это те проекты, которые мы презентуем, и надеемся, что это будет интересно для наших жителей. Вот такое название метапроект. Что означает вообще сам термин метапроект? Мета – это, скажем так, более широкое понятие, чем просто проект. Почему именно мета? Потому что каждый проект решает свою задачу. А мы все-таки этими задачами, как 14 проектов, мы объединяем в одну. И складываются три направления. Это библиотека как культурно-досуговый центр, это библиотека как информационный агент, и библиотека как правовой навигатор в нашей жизни. То есть вот те три направления, которые у нас будут реализованы в библиотеках. Кто участвует в этом проекте и для какой аудитории он рассчитан? В этом проекте участвуют 14 филиалов централизованной библиотечной системы. Это наша библиотека имени Есенина и 13 филиалов. Стартуют они одномоментно во всех библиотеках. Но, конечно, главный акцент будет у нас на библиотеку имени Есенина. Проекты разные, проекты интересные. И надеюсь, что эти проекты будут иметь продолжение. Скажем так, пять проектов библиотечной системы, которые уже реализуются с 2014 года. Это правовой навигатор, это проект «Видимая библиотека», это проект «Дотянись до неба». Я расскажу чуть подробнее о каждом проекте, который у нас будет стартовать. И проект «Портал госуслуг. Наш помощник и друг». Вот такие проекты, которые название мы не просто придумали, а название как раз родились в процессе общения с людьми по этим проектам. И девять муниципальных инициатив, которые будут впервые реализованы в библиотеках. Давайте поговорим о тех проектах, которые у нас уже стартовали в январе. Это проект «Видимая библиотека», где библиотека будет видна не только нашим читателям. Нам бы хотелось, чтобы библиотека была видна и в сети интернет. Это на каких-то сообществах, вот именно информационных сообществах. Мы запускаем как раз группу библиотека, центр общения, группу ВКонтакте. Конечно же, Управление культуры будет освещать все события, все события внутри этих проектов. Поэтому мы хотим, чтобы она была видна, она была видна, слышна, и она заняла достойное место в жизни каждого. Потому что ведь не случайно говорится, что библиотека – это интеллектуальное ядро каждого города. А когда вы реализовывали этот проект, вы полагались на другой опыт других городов? Конечно, конечно. Или же вы придумали его сами? Конечно. Конечно, мы в первую очередь ознакомились с опытом уже реализованных проектов в других городах. Это Москва, в частности, Чебоксары, Липецк. И не только мы взяли за основу те проекты, которые уже получились. И нам бы хотелось что-то и свое привнести. Вот, например, у нас в этом году объявлен в России год всероссийского кино. Нам бы хотелось объединить нашу художественную, мировую, скажем так, литературу. И известные фильмы, которые сняты по нашим произведениям. И как раз родился проект «Киноток». Киноток, который стартует в марте. Я, может быть, сейчас буду так перескакивать. Хотелось бы остановиться на самых интересных проектах. Киноток, который подразумевает собой встречи, общение. Не только посмотреть фильм, собраться вместе, но это тоже интересно. Прийти в библиотеку, посмотреть хороший фильм, хорошего качества, обсудить этот фильм. Может быть, даже перечитать книгу, по которой поставлен фильм. Я думаю, что это будет интересно не только старшему поколению, но и нашей молодежи. Причем заявлено, знаете, вот у нас в группе ВКонтакте, Управление культуры, пришел молодой человек и сказал, говорит, вы знаете, а я хочу провести такие лекции, посвященные нашим фильмам. Ну, конечно же, мы только рады, поэтому любые инициативы, которые возникнут в результате реализации данных проектов, мы будем только приветствовать. Давайте проанонсируем, где горожане смогут ознакомиться с расписанием, чтобы прийти и посетить в конкретный вечер, допустим, лекцию такого человека. Да, я хочу сказать, что каждый проект будет анонсирован полмесяца. Учитывая, что уже январь-февраль заканчивается, мы анонсируем те проекты, которые уже реализуются в библиотеках. Это портал госуслуг «Наш помощник и друг», где в каждой библиотеке оказывается правовая помощь в подготовке тех или иных документов юридического сопровождения. Можно прийти в библиотеку, в частности, у жителей старшего поколения пользуются спросом такая услуга, когда они приходят в библиотеку и просят помочь записаться на прием к врачу, получить информацию о билетах, кстати, о билетах в наших учреждениях культуры и записаться в поликлинику. Поэтому это как раз проблема. И, может быть, даже не сколько им нужна помощь правовая, сколько им нужна помощь в общении. Поэтому это еще одна причина, которая натолкнула создание вот именно такого проекта, библиотека «Центр общения» для разных возрастов, и для студентов, и для старшего поколения. Да, безусловно, замечательный проект, наверняка нужный горожанам. Если, отвлекаясь от темы данного проекта, мы с вами встретились в преддверии Большого праздника, меня, защитник Отечества, расскажите, в какие в городе будут проходить мероприятия? В городе пройдут мероприятия во всех образовательных учреждениях, в учреждениях культуры, пройдут концерты, посвященные этой дате, Дню Защитника Отечества. Концерты уже начинаются сегодня в Дягилево. В Дягилево пройдет большой концерт совместный оркестр народных инструментов и нашего ансамбля русской песни «Рязаночка» для жителей микрорайона Дягилева. Также пройдут концерты в Октябре, в Приокском, в Строителе. Много интересного будет запланировано. Пройдет вахта памяти на всех мемориальных комплексах. В основном торжества будут 20 февраля. Это возложение на площади Победы, возложение на площади Маргелова. Конечно же, будет торжественное собрание, где мы почествуем наших военных, наших мужчин. Единственное, что вход туда по пригласительным билетам. Но я думаю, что мы такую программу подготовили в наших учреждениях культуры, где можно будет порадоваться и поздравить наших мужчин с этим замечательным праздником. Пройдут флешмобы 23 февраля на площади Победы совместно с Управлением образованием. Пройдет интересная акция в ЦКПО тоже 23 февраля. Можно полностью прочитать, что где будет проходить на нашем сайте Управления культуры, где как раз подробная программа со всеми событиями городскими представлена. Так, и мы знаем, что в эти же выходные стартует еще один проект. Расскажите о нем. Как он называется? Стартует проект, которому уже 24 года. Это международный конкурс «Солнечный зайчик», любимый конкурс наших детей и молодежи. В основном состав участников неизменный. Это 500-550 детей, которые приезжают с разных уголков нашей страны, которые с удовольствием в номинациях и хореографии, и вокала, и народное пение соревнуются. И, что интересно, такой звездный состав детского жюри у нас представлен. Это участники телеканала, участники программы «Дети. Голос», «Новая волна детская», «Детское Евровидение». То есть такое серьезное, солидное участие не только членов жюри, но и участников. И, конечно же, очень хорошая возможность, чтобы победителям и участникам можно было привести себя дальше. Потому что на этот конкурс езжаются все агентства нашей страны. Это агентства Игоря Крутого, Иоанна Рудковская, агентства по проведению конкурса «Детская новая волна», «Детское Евровидение». То есть настолько этот конкурс уже занял свою нишу, что Москва едет к нам. Москвичи в основном участники. Но я хочу сказать, что в этом году у нас и дальние зарубежья приехал участник из Молдовы. Поэтому этот конкурс имеет место быть. Конкурс у нас стартует после праздников. Это 24 февраля. И продлится он до 28 февраля. Мы приглашаем всех на открытие этого конкурса 24-го в 18.00 в МКЦ. Спасибо вам большое за беседу. Наверняка и рязанцы, и гости города в эти выходные найдут чем заняться. Я напоминаю, что гостем сегодняшней программы стал начальник управления культуры администрации города Рязани Евгения Власова. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова